Итоговые экзамены года, зло или зло, студенты уже решат сами, но готовиться стоит начать уже сейчас. Отже, пишем, дети. Христина только недавно отошла от тех лет, когда в самых сочетых мечтах ей все хотелось куда-то лететь. 15 декабря закончилась регистрация на пробное внешнее тестирование. Проверить свои знания может любой желающий. Экзамены пройдут с 21 по 28 марта. И если в прошлом году выпускникам, которые не собираются поступать в вузы или не решили, какую специальность хотят приобрести, сдавать зло было необязательно, то теперь правила изменились. Украинский язык и литература, значит, она будет проводиться, государственная итоговая тестация по этому предмету будет проводиться в форме внешне независимого оценивания. Поэтому, если раньше кто не хотел поступать в вуз, они могли за ино не проходить, то сейчас за ино по украинскому языку и литературе будут проходить все выпускники 2015 года. Порядок проведения регистрации также изменен. Если раньше можно было подавать на конкурс в вуз сертификаты всех предыдущих лет, то в будущем году приниматься будут только сертификаты 2015 года. Также сам процесс регистрации разделился на два направления. Первый. Выпускники 11 классов подают заявки прямо в школе. И второе. Выпускники техникумов и лицеев регистрируются на сайте индивидуально. Первый предмет, с которого будет начинаться ЗНО, это украинский язык и литература. И будет проходить он 24 апреля. Для всех абсолютно выпускников общеобразовательных школ Украины, а также для тех, кто хочет сдавать ЗНО, то есть выпускников прошлых лет, выпускников техникумов. Дополнительные экзамены для тех, кто по уважительной причине не смог сдать 24 апреля, будут проведены в июне. Также теперь, если по главным предметам, украинскому языку и литературе будущий студент получит недостаточное количество баллов, то к следующим экзаменам его уже не допустят. До сдачи ЗНО еще есть полгода, и каждый студент может подготовиться к экзаменам, потому что не знать свой государственный язык просто стыдно. Мишель Арман, Елена Еремеева, Александр Нелупов, Думская ТВ.